Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Вэперы. Парить скоро будет нельзя на остановках и в помещениях. Законопроект на эту тему сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Весенняя копель. В Рязанском доме произошел потоп. Залило четыре этажа. Коммунальщики будут платить жителям города в случае задержки в предоставлении услуг. Вопрос находится на стадии обсуждения. О шестой роте, ушедшей в вечность, сегодня в рязанской школе вспоминали погибших 17 лет назад десантников. Скейтбординг. Что это за спорт и насколько он развит в Рязани. В Госдуму Российской Федерации на рассмотрение был внесен законопроект об ограничении вейпов и кальянов. Это делается для безопасности, здоровья и комфортной жизни граждан. Всю Россию, в том числе и Рязань, захлестнуло новое веяние. Пар повсюду. Для одних модно парить, другие таким образом пытаются бросить курить сигареты. Наш корреспондент разбирался в проблеме. В середине 20 века мир захлестнуло мода на сигареты. Почти все голливудские актеры появлялись курящие на рекламных счетах. В каждом фильме персонажи для подчеркивания своей сильной натуры держали в руках сигареты и выпускали клубы густого дыма. Курение пропагандировалось как безопасное развлечение и пачки улетали с прилавков, как горячие пирожки. Но через несколько десятков лет у заядлых курильщиков появились проблемы со здоровьем, вплоть до рака и смерти. Интерес к сигаретам поугас, а рекламная кампания стала менее броской. Сейчас в мире происходит новая волна безопасного курения – вейпинг и кальяны. Пропаганда безвредности этих аппаратов напоминает сигаретную. Заядлые курильщики, в том числе и молодежь, массово покупают электронные сигареты. Почти во всех общественных местах пар стоит столбом, а про самочувствие окружающих никто и не задумывается. Поэтому сейчас депутаты Госдумы внесли в федеральный парламент новый проект закона о государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака. В частности, предлагается запретить продавать кальяны и вейпы и другие электронные носители табака несовершеннолетним, а также запретить их использование в общественных местах. Отношения к вейпингу различны у каждого. Своё профессиональное мнение нам рассказал продавец электронных сигарет. На записи он присутствовать отказался, однако наша съёмочная группа прошла в его палатку с микрофоном. Я не говорю, что он безвредный. Да, какую-то долю вреда он наносит. Это по сравнению с сигаретами, это ни о чём. То есть, грубо говоря, я пылес, или это обычно, я пришёл на пар. А когда я пришёл на пар, у меня пропала дыша, из-за которой я могу нормально побежать. То есть, я стал себя чувствовать лучше, чем когда я пил на сигарету. С моей точки зрения, это не культурно стоять и пропустить облака рядом с людьми. Может, человеку будет неприятно. Продавец признался, что зависимости от вейпинга он не чувствует. В этом с ним могут не согласиться другие курильщики, для которых парение становится новой религией. По статистике, многие вейперы продолжают курить обычные сигареты, а бросают курить единицы. Вред от вейпинга и кальянов также существует, как бы рекламная компания не утверждала обратного. Никотин, хоть и содержится в минимальном количестве, вредит и сердечно-сосудистой системе, и всему организму в целом. Есть такой нюанс, что исследования сейчас уже не до конца проведены, но уже есть, которые показывают реальный вред вейпинга. Дело в том, что пропиленгликоль и глицерин, которые содержатся в основе доставки никотина, и именно то, о чем говорят, что нет канцерогенов, еще и еще и еще, что есть в обычных сферах, это неправда. Дело в том, что эти вещества образуют пару или тройку альдегидов, которые сейчас доказаны в их канцерогенной активности. И я боюсь, что мы можем получить вот этот выхлоп медицинских последствий, в том числе, возможно, и онкологических, через 3-4-5 лет после вот этого повального, псевдоздорового образа жизни. Запрет на курение в общественных местах, который действует с 2013 года, не распространяется на вейперов, дымящих в общественных местах. По-прежнему существуют люди, не думающие о других. Окружающие также получают свою дозу вредных веществ. Не бывает безопасных наркотиков, не бывает легальных. Это все сказки бесстыжих продавцов какой-то дряни. То есть этого не бывает. То есть любой наркотик, любое вещество, вызывающее зависимость, это препарат, который точно в организме быть не должен. Весенняя копель случается не только на свежем воздухе. В этом убедились жители одного из рязанских домов. На улице Вишневой, в доме номер 21, на днях произошел грандиозный потоп, в результате которого водой залило несколько этажей. Эпицентр происшествия находился в одной из квартир. Водопад на 13 этаже сорвало заглушку, и поток воды хлынул вниз. Водопад наблюдался даже в шахте лифта. Затопленными оказались десятки квартир. Происшествие случилось в новостройке, и теперь жильцам всерьез придется взяться за ремонт. По имеющимся данным, аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия и устранили потоп. Работы по восстановлению помещений уже ведутся. В Рязани камни в огород службы ЖКХ летят ежедневно. Горожан не устраивает предоставляемый уровень обслуживания. Остаются дома, которыми представители ЖКХ вовсе не занимаются. Управа на них нет, так и твердят рязанцы. Возможно, по этим причинам в скором времени коммунальщиков начнут штрафовать. По закону о защите прав потребителей, за каждый час просрочки оказания услуги нам должны платить 3% от ее стоимости. Но пока что на поставщиков непрерывных услуг, жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета эта норма фактически не распространялась. Союз потребителей России хочет уравнять коммунальщиков, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров с другими поставщиками услуг. Например, авиакомпаниями. Это повысит их уровень ответственности. Проверить вы это не можете, поскольку с вами умышленно не заключают письменных договоров на оказание коммунальных услуг. Эксперты согласились, что заставить платить коммунальщиков за отсутствие горячей воды или тепла необходимо. Но все упирается в цену вопроса. Штраф в 3% от месячного тарифа может разорить жилищные компании. Вам должны в конце месяца прислать форму платежного документа, где уже расписано, за что с вас должны взять, где вы переплатили, а где недоплатили. И еще есть такая строка разъяснения, почему образовался долг или переплата. Стоит сказать, что даже если норма будет принята, в первую очередь потребители сами должны будут думать о себе. Ведь знать свои права, иметь дома закон о защите прав потребителей и уметь применять свои знания – это одни из основных правил, позволяющие одержать победу за жизнь в благополучно обустроенном доме. Песчаные бури на улицах города начались с наступлением весны. Еще недавно рязанцы тонули в слякоти. Страдали пешеходы и автовладельцы. Теперь впору надевать защитные очки, чтобы пыль не попадала в глаза. На вопрос, обречены ли рязанцы жить в грязи, ответил руководитель Рязанского экологического альянса. Подробнее в следующем материале. Пыль стоит столбом, кружится на ветру, клубится вслед за проезжающими машинами, садится на фасады домов и обреченных пешеходов, беспрепятственно летает, попадает в глаза, нос, рот, и ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Я тут вот вспомнил, прошу прощения, как мы ездили в Италию на машине, и у нас была машина грязная. Ну неудобно же в Европу приехать на грязной машине. Вот мы пока через Белоруссию проехали, хотел машину помыть, посмотрел, она чистая стала. Шел дождь, а дорога настолько чистая, что машина сама помылась. И это же вот не заграница какая-то там сумасшедшая, вот родная наша Беларусь. Одной из основных причин такого бедственного положения руководитель экологического альянса считает песок с солью, который тоннами рассыпается на дороге в холодное время года, потом перетирается колесами автомобилей, разрушает, кстати, и нашу обувь ранит лапы животных и убивает растительность. Эта смесь дает возможность дорожным службам не убирать снег зимой, а плавить его и лишь иногда сдвигать к обочине вместе с песком. Выход из такой ситуации между тем существует. Есть опыт Белоруссии, Финляндии, где используют гранитную крошку. Она дороже, чем песок, безусловно, нам ее придется привозить, но ее можно использовать вторично. То есть здесь вся система уборки снега должна быть поставлена на другой уровень. У нас ведь снег куда вывозят, куда попадя. У нас до сих пор нет станции таяния снега, что вообще правильно. Если бы такое место было, куда-то привозили бы снег, снег бы стаивал, а крошку можно использовать вторично. Сами горожане тоже недовольны состоянием родного города. Вот только винят они в основном самих себя. Считают, что чистота на улицах или наоборот грязь. Дело рук самих людей. Я думаю, что и сами люди должны убирать за собой мусор, выбрасывать нормально, не раскидывать вокруг. Я думаю, надо людям меньше сорить, ну и стараться следить, выбрасывать все мусорные баки и так далее. В отличный раз не разбрасывать бумажки с бутылками. Ну и лучше, как там говорилось в Сингапуре, где лучше не сорить, чем убрать. Машины, вот мы об этом даже вот столько что говорили, проехал троллейку, столб были. В фестивальной шкале, я думаю, где-то четвертая. Четверочка. Убирать надо, ну я только больше никак. Безработных полно. Сейчас любого парнишку возьмем, он что, с удовольствием согласится, хоть даже за пять тысяч подмести. Поливать водой. А если поливать водой, будет грязь. Значит, не сильно поливать водой. Пыльно, да, то есть дышать тяжело становится в городе. Город пыльный. Я из города Касимова. Город пыльный, да. Мне кажется, даже нас чище. Немаловажную роль в запыленности городских улиц играет и отсутствие должного озеленения. Деревья, которые посажены там в советское время, они уже настолько старые, настолько замученные. Зачем их стригут каждый год, вообще непонятно. Пыльные бури, между тем, это не только проблема эстетического плана, но и серьезная опасность для здоровья. Количество аллергиков и астматиков в городе, по статистике, увеличилось за последние пять лет на 30%. Чистота – залог здоровья. Порядок прежде всего. Если этой весной проблема вряд ли разрешится, то надежды на чистый город в следующем сезоне есть. На подготовку у местной власти существует следующая зима. В нашу редакцию постоянно обращаются жители города с проблемами, которые касаются благоустройства зеленых зон и придворовых территорий. По новым данным, ситуацию обещают исправить. Рязанская область получит 200 миллионов рублей в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Координаторами проекта станут представители Общероссийского народного фронта. Отремонтировать дорогу, построить детскую площадку, высадить сад во дворе многоэтажек – это не сон, а новая федеральная программа формирования комфортной городской среды. В этом году на ее реализацию выделили 200 миллионов рублей. Две трети этой суммы потратят на обустройство придомовых территорий и оставшаяся треть на развитие городских зон отдыха. При этом, что именно нужно рязанцам, спросят у них самих. Согласно идеологии проекта, должны определять, как именно благоустраивать их двор, что в этом дворе важно в первую очередь – детская площадка, озеленение, парковка или все вместе. До 20 марта будет сформирован список муниципалитетов, которые смогут претендовать на средства. А с 1 апреля проекты их программ опубликуют на официальных сайтах. Именно в этот момент вы сможете повлиять на то, какие изменения должны произойти в городе. Вам нужно созвать общее собрание жильцов, собрать подписи небезразличных и быть готовым помочь в решении проблем. Чем больше человек пришли на это общее собрание и поставили свои подписи «за», тем шансы этого двора, а не выше. К нам регулярно обращаются жители города, о дворах которых буквально забыли управляющие компании. Для них этот проект станет реальной возможностью изменить ситуацию. Проект рассчитан на 5 лет, поэтому если ваш двор не войдет в число приоритетных в этом году, то есть все шансы поучаствовать в следующих. Горожане сказали, что мы готовы всем двором выйти и посадить деревья, дайте нам эти деревья. Мы готовы всем двором выйти и вместе поставить детскую площадку, помогите нам ее выбрать. В принципе, любые обращения граждан, они приветствуются. Также активисты Общероссийского народного фронта организуют фабрику идей, где каждый желающий сможет предложить свой проект об устройстве парков и скверов региона. Свежие идеи также представят студенты творческих вузов, архитекторы, строители и дизайнеры. Пригодится опыт зарубежных коллег и передовых российских регионов. Активисты надеются, что благодаря проекту число таких ухоженных и современных мест, как улица Почтовая, площадь Мичурина или сквер Александрово, станет больше. Смотрите во второй части выпуска. Скейтбординг. Что это за спорт и насколько он развит в Рязани? Семь тонн алкоголя. Такое количество контрафактного спиртного было изъято полицейскими. О шестой роте, ушедшей в вечность, сегодня в рязанской школе вспоминали погибших 17 лет назад десантников. С наступлением тепла на улицах города появляются любители скейтборда и велосипедов. Теперь, когда снег уже почти сошел, они достали свои любимые средства передвижения. Одновременно с тем, что в занятиях, например, скейтбордингом есть масса плюсов, некоторые рязанцы думают иначе. Мы выяснили, чем недовольны жители города и какой выход из сложившейся ситуации существует. В августе прошлого года скейтбординг, как и еще четыре вида спорта, был включен в программу Олимпийских игр. Уже в 2020 году скейтбордисты смогут представить свои программы на Олимпиаде. Однако там все трюки будут регламентированы, а любители катания на досках – люди вольные, которые с удовольствием сами изобретают новые пируэты из года в год. В Рязани зачастую это происходит вблизи памятников и социально значимых объектов. Вот я живу на Циолковского, и там памятник, значит, уткину и еще один памятник космонавту. Вы представляете, они прям заскакивают на постамент. Мрамор уже весь обид. Если из мрамора, я думаю, вряд ли. Если же вот из брусчатки туда, брусчатка, конечно, ломается, трескается от каждого удара. Брусчатка или мрамор, конечно, это не важно. Понятно, что памятники созданы для другого. Как раз для того же юного поколения, представители которого и занимаются скейтбордингом. Однако по закону молодые люди не совершают правонарушения. Езда по постаменту не является вандализмом. Скейтеры не рисуют на памятниках, не сверлят их. Но, тем не менее, неравнодушные граждане часто вызывают на них полицию. Местные жители, которые недовольны нашими щелчками и громкими звуками, они вызывают полицию. И полиция как бы к нам снисходительно относится. В основном все заканчивается тем, что скейтеры уезжают в другую точку города и катаются там. Хотя прыжки по трубам внутри недавно отремонтированного фонтана возле цирка явно могут привести к его разрушению. Скейтеры говорят, что занимаются любимым делом там, где могут обеспечить себе тренировку. В Рязани нет профессионального скейтпарка. Даже те, которые имеются, по мнению самих скейтбордистов, выполнены непропорционально, без учета потребностей спортсменов. В сторону Солочи, как ехать. Довольно-таки далеко добираться. Но парк вполне неплохой. Есть еще скейтпарк в Дашка, где-то ЦЕвропа. Но очень ужасно исполнен. Опять же, сделан частными лицами. Не знаю, зачем вообще его построили. Он абсолютно непригоден к катанию. Во многих городах существуют скейтплазы – сооружения, выполненные из бетона, на которых скейтбордисты могут упражняться в трюках. Для удобства молодых людей они зачастую расположены в разных районах города. Нам трудно тут тренироваться вообще. Тем более на спотах, на тех местах, в которых мы катаемся, на памятниках. Ступеньки везде, повсюду. Просто повсюду прогоняют. У большинства рязанцев, которые прогоняют скейтбордистов, сложилось представление о том, что они хулиганят. На самом же деле, в городе просто нет места для катания, кроме улиц. Молодцы, что катаются. Ни наркотики, ни околотилетий компьютеров. Хоть занимаются спортом. Пискультура. Хоть что-то не у компьютера сидят. Конечно, надо бы им какой-то центр создать, где бы они могли этим заниматься. В Москве, к примеру, даже в парке Победы полиция скейтеров не прогоняет. Отношения людей там к ним более привычные. Если шагнуть еще дальше, стоит отметить, что это направление покорило мир. Создаются и компьютерные игры на основе реальных героев. Тони Хоук, мастер своего дела, его прыжки входят в книгу рекордов Гиннесса. Не стоит забывать и о том, что в мире проводится масса турниров среди скейтбордистов. И наши рязанские любители экстрима часто выезжают в другие города, чтобы показать, на что они способны. По поводу соревнований, могу сказать так, их проводится много. Они проводятся в разных городах, но в основном все эти соревнования, они частные. То есть они идут не от государства, не от каких частных компаний, которые просто своими усилиями для того, чтобы поддерживать все это направление. Там выделяют деньги из своего бюджета, а не из бюджета какой-то городской администрации. Направление набирает оборот. Во всем мире, и в том числе в Рязани, с каждым годом становится все больше скейтеров. И вопрос о том, прогнать их или нет, с постамента памятника, возможно, скоро перестанет быть актуален, если сами скейтеры аккуратно будут относиться к сооружениям. А этому виду спорта в стране будет уделяться больше внимания. В частности, будут созданы условия для тренировок, чего так желают сами скейтеры. В Рязани 14 марта вспоминали десантников легендарной 6-й роты. Вставших на пути банд Хаттаба и Басаева. 29 февраля и 1 марта 2000 года они сдерживали несколько сотен боевиков, которые пытались прорваться через Аргунское ущелье и выйти из окружения. Из 90 десантников тогда выжили только шестеро. Памятные мероприятия во вторник прошли в Рязанской 8-й общеобразовательной школе. 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье почти полностью погибла 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Ценой своей жизни бойцы приняли неравный бой на высоте 776, остановив продвижение 2000 боевиков. Гибель псковских десантников стала самой большой потерей за время Второй Чеченской войны. Для большинства из них этот бой стал последним. Но солдаты и офицеры смогли уничтожить противника во много раз превосходящего по численности. Среди шагнувших в бессмертие был и наш земляк. Рязанская 8-я общеобразовательная школа носит имя Героя России Романа Соколова. Звание гвардии капитану присвоили посмертное. На фасаде почетная доска, внутри целый музей боевой славы. Здесь представлено детство Романа Соколова, как он учился в нашей школе. Здесь его почетная грамота висит на этом у нас стенде. Дальше у нас идет стенд, как учеба его в Краснознаменном десантном училище имени Василия Филипповича Маргелова, где он стал как раз офицером-десантником. На витринах личные вещи Романа Соколова. Военная форма, удостоверение, а также последнее письмо, которое он написал родным. И последнее письмо Романа Соколова. Можно увидеть, где он пишет привет моей девочке, он пишет своей матери, своей жене и своей дочери. У нас все нормально, стоим на блоках, заведено. Скоро срываемся и вперед на элистандже. Воды не хватает, иногда приходится снег топить. Продукты доставляем сами, обеспечиваем себя сами. Кругом один лес, кроме 20 солдат никого. Скучаю в подашке, как она концерты тебе закатывает, как поживает бабуля. Привет ей всем. Поздравляю с праздником 23 и 8 марта. Поэтому, как времени больше не будет, написать. Слую всех, дочку не обижай. До свидания, Роман. Экспозиция особая, ведь Роман учился в этой школе. Именно здесь решил для себя, что станет военным. Люди, которые с ним служили, которые были с ним в Первую Чеченскую, которые были с ним в Югославии, о нем говорили. Он настоящий вояка. Он до мозга костей был предан своей работе, людям, которые служили вместе с ними. И всегда говорил, мам, у меня работа такая, сжечь людей. В этом году в Чечне открыли памятник десантникам, погибшим в Аргунском ущелье. Там побывали родители Романа Соколова. Когда еще живы те рбы, которые там были, и еще толком не заросли траву. И когда представляешь, что такая масса, можно я их назову словом, гатов, которые шли, не видя ничего, с криками, с оружием, с стрельбой. И вот когда это все представляешь, становится просто жутко. Как же могли бы выдержать все это наши ребята? Каждый год его мать и отец отправляются на могилу к сыну в Псковскую область, чтобы потом вернуться в школьные стены и поведать молодому поколению о своей главной трагедии и рассказать про шестую десантную роту, навсегда ушедшую в бессмертие. Память об этих десантниках останется в наших сердцах навсегда. Что этот подвиг не будет забыт. И то, что мы всегда будем сохранять память, и мы о них не забудем. К другим темам. Рязанские полицейские пресекли организацию по хранению и сбыту алкогольной продукции с признаками контрафакта. Правоохранителями было изъято более 7 тонн спиртного. Сомнительное зелье было передано на ответственное хранение. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Рязанской области получили сведения, что в одном из боксов гаражного кооператива на окраине Рязани торгуют спиртным. Полицейские провели проверку и выяснили, что двое 45-летних рязанцев в двух гаражах хранят алкогольную продукцию. Из одного из гаражей злоумышленники продают знакомым спиртное крупными партиями. Задержали злоумышленников полицейские при силовой поддержке офицеров СОБРа отдела Росгвардии по Рязанской области. В ходе осмотра в двух гаражах было обнаружено и изъято более 7 тысяч литров алкогольной продукции, различных марок и брендов с акцизными марками с признаками подделки. Образцы изъятой продукции направлены на исследование. Полицейские устанавливают место производства и каналы поставки алкогольной продукции с признаками контрафакта, а в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срока до 6 лет. В районе Дашково-Песочни 14 марта с утра многие рязанцы наблюдали ажиотаж вокруг торгового центра Европа. Пожарные машины, автомобили сотрудников полиции. Что это? Весь день в соцсетях появлялся один и тот же вопрос. На самом деле на улице Советской армии прошли учебно-практические занятия в рамках антитеррористических учений. Движение рядом с кинотеатром «Октябрь» на время было перекрыто сотрудниками ДПС. Торговый центр по периметру был оцеплен силовиками и на время учений прекратил свою работу. Кинологи со служебными собаками обследовали территорию парковки и магазина. Неподалеку от торгового центра находились спасатели и медики. В работе оперативного штаба были задействованы сотрудники правоохранительных органов Рязанской области. О тех учениях, которые будут проходить в дальнейшем, мы сообщим в выпусках нашей информационной программы. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и «ПАО ВТБ-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова